Музыка, которая вернулась Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В студии Радио Орфей Михаил Козинник 17-я прелюдия удивительная философская Новелла Это взрыв И рефлексия на взрыв И ее, несмотря на всю многообразность предыдущих прелюдий Я воспринимаю как одно из Трагических кульминаций цикла Здесь, казалось бы, не происходит ничего Совсем уже страшного И все-таки послушайте Когда скрипка впадает в депрессию И не может подняться Не может после огромного первоначального взрыва И удара, ответного удара рояля Прийти в себя Прелюдия построена как бы неравномерно С одной стороны С гигантской скоростью, с живостью Взрывы А с другой стороны Полнейшая Рефлексия Скрипка вообще Большую часть прелюдий играет на одной пустой струне И лишь в определенный момент в конце Когда роялю как бы удается Вытащить скрипку на поверхность Скрипка превращает Аккорды рояля В диссонанс В дисгармонию Создавая ощущение уставшей души Прелюдия номер Семнадцать 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для многих композиторов 20 и 21 века стилизация или коллаж или намеренное, точное подражание какому-то ни было из композиторов выполняет чёткую функцию. Композитор словно говорит, вот это я, это мой мир, это наш век, это наша трагедия, а теперь послушайте, что мы потеряли. Или другой вариант. Вот это музыка 20 века, додекофонная, или алеаторическая, или просто атональная. Но хотите услышать, как я могу написать музыку романтическую, тональную? Вот так. И есть и третий вариант, когда идёт противопоставление, например, музыки экспрессионизма, музыки, рождённой двумя мировыми войнами, и музыки чистоты, музыки эпохи барокко, или григорианского хорала. Ничего этого нет у Леры Ауэрбах. Она пишет, как дышит. В её музыке нет чётких границ между стилями, направлениями. Она не планирует, она не рассчитывает, она выдыхает и вдыхает с такой интенсивностью, что музыка сама поворачивается разными сторонами, разными гранями, разными временами. В этом есть что-то, связывающее Леру с некоторыми гениальными писателями, у которых на вопрос, почему он написал так, а не этак, был всегда один и тот же ответ. Я не знаю, так случилось, так произошло. Наверное, слышали, когда Лев Николаевич Толстой, очень мрачный, вышел к обеду, и никак не могли понять, что с ним. И вдруг Толстой сказал, только что скончался князь Болконский. или другой случай, когда Толстой говорит, вы представляете себе, какую штуку вытворила Наташа Ростова. Она вышла замуж за Пьера Безухова. То есть, у гениальных творцов не может быть, ну, за исключением, конечно, есть и исключение, какого-то предварительного плана, при котором в начале романа все понятно. вот музыка Леры Ауэрбах вызывает у меня ассоциацию ощущения с тем, что все происходит мгновенно. Вот послушайте двадцатую прелюдию и попробуйте со мной не согласиться. Вполне возможно, что у вас будет другая концепция. Но у меня ощущение, что все стили, все направления, все идеи, все замыслы, все точки зрения, они спонтанные. Они врываются в мир Создателя по своим глубочайшим внутренним законам. Повторяю, ощущение единого дыхания. И то, что вы сейчас услышите, сильнейшее тому подтверждение. Прелюдия номер двадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА